Милиция приехала сразу же на вызов. Тут же не планировалось уничтожение заправки, взрыва, ничего. Но они очень быстро, эффективно приехали. То есть это за наши деньги, за наши налоги, наши украинские милиционеры приезжают защищать российскую заправку. Ну, нужно быть всем патриотичным. Я бы хотел, знаете, пример патриотизма привести про чеченцев, которые, не эти кадыровцы, которые приехали воевать, про этих кадыровцев настоящие чеченцы, такие как Исам Унаев, Ахмед Алихаджиев, они про них говорят так, что человек, который забыл свою родину, для нас, вот когда им говорят, это же вы будете воевать против чеченцев, против чеченцев там на Донбассе, они говорят, для нас, значит, человек, который забыл свою родину, свои корни, он уже не имеет национальности. То есть для них это уже враги. Это люди, которые предали Чечню, предали Ичкерию, предали борьбу за независимость. Вот недавно похоронили американца, который приехал воевать за нашу страну. Похоронили его возле Аскольдовой могилы. Там вчера батальон ОУН принимал присягу. И, понимаете, вот пока мы сейчас стоим, вот прямо сейчас отправляется около 10 человек на фронт, туда на фронт. И кто, если думает, что там как бы перемирие, затишьте, то мы в новостях все время слышим, за сутки умерло один-два наших военных. Это военных, официально зарегистрированных. Знаете, сколько там воюют незарегистрированных патриотов, которые просто... Целых батальонов, от батальона ОУН, например, 320 человек, которые постоянно находятся на позиции. И общее количество, около 1000 человек, не зарегистрирован. Добровольший украинский корпус не зарегистрирован. Зато зарегистрированы милиционеры, которых туда обязательно по одному разу свозят. И для того, чтобы они получили статус участника боевых действий. И потом квартиру, для того, чтобы они больше и лучше было, больше оснований служить им, выслуживаться. Этой власти, которая до сих пор поддерживает российский бизнес. Которая до сих пор, после того, как у нас забрали Крым, нам говорят, что вы, что вы. Это не демократично поступать так с российскими заправками, там, российским посольством. А поступать с Крымом демократично. Помните, когда только они зашли, они говорят, мы мирно зашли, и все согласились. Прапорщика убили в первые дни, сразу же, снайперским выстрелом. Татарина, который делал молчаливый протест, убили. Сейчас, значит, главу крымских татар не пускают в Крым. То есть, что происходит? Происходит конкретно второй фашизм. Госдума провела собрание в Крыму, как бы, для дальнейшей его легитимизации. И там были такие речи. Жириновский прямо при Путине, при всей Госдуме говорил конкретно фашистские речи. То есть, что надо закрепляться, если уже встали там, то нельзя уходить, как это было там в Косово. Что вот в Крыму мы уже этого не допустим, что мы тут будем закрепляться, на Донбассе не допустим. То есть, конкретно были призывы. Мировая общественность молчит. Если мы сами не будем, как говорят американцы, говорят, если вы сами не боретесь, как мы можем вам давать воинов, для того, чтобы идти отвоевывать Крым. Если у вас в связи с этим не возникает ни протеста, ничего. Если вы в Киеве каждый день заправляетесь на российских заправках. Если вы ходите в рестораны, которые построены российскими инвесторами. Если вы покупаете квартиры у застройщиков, которые незаконно строят, часто на историко-архитектурных, защитных зонах, зеленых зонах, с нарушениями правил. И люди покупают квартиры, их это не интересует. Их интересует дешевая цена за квадратный метр, которая завтра обернется полнейшим рафсом. Если сюда придет Путин, вот Иса Мунаев, еще раз хочу его процитировать. Он говорит, это опытный воин, который воевал. Они миллионеры, они живут в Европе, и они вернулись отдать долг Украине. Потому что украинцы некоторые, сознательные, еще тогда понимали, если они не помогут тогда, вчера еще, Ичкерии, если они не помогут Чечне, то сегодня будет то, что мы имеем, сегодня мы это и имеем. То есть тогда еще многие понимали. И 300 чеченцев, добровольческий батальон, миротворческий батальон Джохара Дудаева воюет сейчас за Украину, для нас. А мы, украинцы, не можем даже, как бы, быть настолько сознательными, чтобы просто прекратить заправляться на заправках ТНК. Нужно быть сознательнее, каждая покупка, каждая гривна должна рассматриваться, кому ты ее даешь. К оккупанту или, как бы, проукраинской стороне. Кто-то может... Ант, может, скажешь что-нибудь? Я хворый. Литр может вышесть. Пытайтесь, мы его на секреты включились.